О наболевших проблемах рассказывают жители Огудневского руководителю администрации Щелковского района. Как обычно, основные вопросы в сельском поселении – земельные. Еще в 2013 году Алла Бибикова написала обращение о выделении участка. К сожалению, процедура затянулась из-за бюрократических проволочек. Теперь многие моменты оформления документации жительнице предстоит проходить по второму разу. Свою проблему она изложила в рамках личного приема Алексея Валова. Вот уже с октября месяца, как и закончился прием заявлений, никаких ответов, ничего нет по поводу аренды. Хотя уже было, можно так сказать, два аукциона. Руководитель районной администрации не стал отрицать, что заминка произошла из-за беспечности чиновников. Предложила решить вопрос через суд при полной поддержке властей. Попробуем через суд, что администрация признает свою вину, что долго оформляла документы. А вы с иском администрации обратитесь, что в 2013 году не оформили документ вам на земельный участок. Давайте к нам право управления запишите. Сейчас было принято решение. Алексей Васильевич увидел, о чем я сказал, действительно правовое нарушение определенного рода. И дал поручение своему правовому управлению. Предложил заявитель обратиться в администрацию района, прибыть в понедельник к 9 часам, для того, чтобы будет поручение правовому управлению, помочь сформировать иск. Еще одна проблема, характерная для всего региона – Верхий фонд. В перспективе жители таких домов ожидают расселения. Однако не всегда все в руках властей. Так, два дома по 18 квартир более века назад были построены для рабочих Огудневского завода металлической сетки. Сейчас там до сих пор живут люди. И хотя формально предприятие является собственником, вопросы содержания жилья в надлежащем состоянии не решаются. Мы неоднократно пытались им помочь, но там специфическая группа сформировалась с одной стороны, с другой стороны, которая, будем говорить, даже по нашим рекомендациям не хотела бы работать, а именно написанием писем во всевозможные уровни власти добиться того, чтобы это просто немедленно. Немедленно – это невозможно. Есть спор хозяйства субъектов. Единственный способ разрешения конфликта – судебный. Итак, руководитель администрации района обещал оказать владельцам жилья поддержку при написании заявлений в суд и в дальнейшем курировать процесс. Александра Гранич, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субъектов Корректор А.Егорова